Эфир телеканала Губерния 33 продолжает программу на всю Владимирскую в студии Борис Пучков. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о подготовке спасателей к весеннему половодию. У нас в гостях Петр Денисов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области. Петр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Петр Николаевич, первый вопрос. Какая обстановка на водоемах Владимирской области? Насколько она сложна или все-таки все действительно достаточно спокойно и так, как оно, наверное, должно быть? Обстановка на водоемах области у нас характерна для этого периода времени. Начинается таяние льда, снега. Если брать реки, то наблюдаются промоины на практически всех реках области. Естественно, ледовое покрытие ослабевает. То есть, в целом, обстановка похожа на ту, которая предшествует началу весеннего половодия. Пока спокойно, пока, в принципе, опасаться нечего. Ну, опасаться нечего с точки зрения прохождения весеннего половодия. Но, конечно же, если говорим о безопасности людей на водных объектах, то лед сейчас представляет наибольшую опасность, если сравнить с предыдущим периодом, это зима. Поэтому внимание здесь уделяется в большей степени как раз проведение профилактики людей, профилактики гибели людей на воде. Ну, об этом мы еще поговорим. Поговорим о рыбаках, о любителях вот этого экстремального вида спорта, которые, скажем так, до последнего готовы выходить на лед, не бояться ничего. И вот приходится спасателям всяческих убеждать, этого не делать. Петр Николаевич, я знаю, что у нас, наверное, самая сложная обстановка, как всегда, это на двух реках крупных. Это Ака и Клязьма. Что здесь, какие прогнозы, когда ожидается вскрытие, что здесь будет происходить? Ну, две основные водные артерии, правильно вы сказали, Ака и Клязьма. Вскрытие прогнозируется у нас Ака, это где-то первая декада апреля, освобождение от льда. Это Клязьма, вторая, начало. Но еще раз хочу обратить внимание на то, что погодные условия будут способствовать этому. Все, в первую очередь, будет зависеть от температурного режима. Если брать сложность обстановки, то практика и история показывают, что малые реки создают серьезные проблемы. Такие как Судок, Серая, Олакша, ну и так далее. То есть, те реки, которые у нас, скажем так, в летний период времени особо и незаметны. Что при активном таянии снега, при большой площади водосбора, они быстро очень наполняются и выходят в свою пойменную часть. Поэтому работа по профилактике, предупреждению возможностей чересчайных ситуаций проводится практически по всем водоемам, которые в ходе весеннего половодия могут воздействовать на инфраструктуру населения, объекты экономики. То есть, не стоит недооценивать малые реки, да? Нет, наоборот, стоит уделить более пристальное внимание. Продолжаем программу. Петр Николаевич, как проходит подготовка сил и средств Главного управления ЧС России по Владимирскому области? Вот именно подготовка к весеннему половодию, на что делаются акценты, что сейчас, как вы готовы? Ну, если брать Главное управление ЧС России по Владимирскому области, то сил и средства Главного управления, они находятся в постоянной готовности. То есть, мы готовы к любому развитию ситуации, что весеннее половодие, пожароопасный период, отопительный сезон абсолютно, скажем так, в любой период времени. Если мы говорим о силах, средствах территориальной подсистемы РСЧС, то сейчас, конечно, ведется активная работа по подготовке составляющей территориальной подсистемы к прохождению весеннего половодия. В этих целях 19 февраля состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвиду от чрезвычайных ситуаций администрации области, в ходе которого были поставлены основные задачи всем участникам, которые готовятся к обеспечению безопасности в этот период времени. Это органы мест самоправления, органы спонтантовой субъекта и заинтересованы организацией учреждений, ну и, естественно, главного управления ТУР. В рамках подготовки сейчас проводится проверка, комплексная проверка органов мест самоправления на предмет готовности и проведение всех мероприятий, которые спланированы, создана специальная комиссия, которая уже вторую неделю, завтра будет уже проверяться четвертое муниципальное образование по готовности к весеннему половодию. Какие уже муниципальные образования эту проверку прошли, скажем, и как вот эта проверка, она проходит, в чем заключается? Ну, проверка заключается в следующем. Создана комиссия, в которую входят представители органов исполнительной власти субъекта, то есть это департаменты, главные управления, представители федеральных органов исполнительной власти территориальных органов и в составе комиссии выезжают на территорию, оценивают мероприятия, которые практически выполняются, уже выполнены, либо спланированы с учетом, скажем так, прохождения погодных условий к выполнению, для того, чтобы обеспечить безопасное прохождение весеннего половодия. Делаются соответствующие выводы, рекомендации даются главам органов местного самоуправления на предмет достаточности выполненных и выполняемых мероприятий, на что обратить особое внимание. Если все-таки немножко детализировать, на что органы местного самоуправления должны обратить внимание, вот прямо по пунктам, например. Я понял. Основная задача, конечно, это обеспечение безопасности населения. То есть, в первую очередь, на что обращается внимание, это достаточность мер, направленных на обеспечение безопасности людей. То есть, те территории, которые у нас подтапливаются, либо отрезаются, это для Владимирской области 14 муниципальных образований. У нас 22 населенных пункта подвержены подтоплению, 31 отрезание территории. То есть, комплекс мероприятий, он довольно-таки обширный для обеспечения безопасности людей и нормальных жизнедеятельностей. То есть, если это подтапливаемые территории, то это обеспечение своевременной эвакуации населения с этих территорий, если возникает такая необходимость. Решение вопросов нормального транспортного обеспечения, ну, также характерные и для отрезаемых территорий. То есть, подготовка к работе плавсредств, обеспечение готовности лодочных переправ, создание соответствующих запасов материальных, продовольственных товаров для того, чтобы обеспечить людей, которые проживают на этих территориях. Заблаговременно выдаются пенсии населению для того, чтобы исключить и уменьшить риски их передвижения и перемещения на этих территориях. Решение вопросов медицинского обеспечения, то есть, подготовка медучреждений, которые находятся у нас на отрезаемых территориях, а также готовится заблаговременное отселение людей, которые изъявляют такое желание, которое проживает на потапливаемых, отрезаемых территориях. Подготовка вопросов, решение вопросов транспортного обеспечения, то есть, обеспечение безопасности людей на дорогах, это выставление габаритных век, информационных знаков. Ну и, конечно, широкая работа по информационному обеспечению населения. То есть сейчас проводится работа о том, что напоминает каждому человеку, жителю, который проживает на этой территории, о том, что опасно, что не нужно делать, на какие вопросы необходимо обратить особое внимание. Готовятся пункты временного размещения для того, чтобы можно было людей отселить при необходимости решить все вопросы жизнеобеспечения. То есть перечень мероприятий достаточно широк. Каждое из мероприятий рассматривается. Еще раз скажу, если возникают какие-то моменты, требующие дополнительного решения, то на это указывается в главе. Ну и плюсом, естественно, по истечении определенного периода времени будет проведена повторная проверка. Предварительно по результатам устранения в главном управлении на селекторном совещании заслуживаются председатели комиссии КЧС ОПБ муниципальных образований по вопросам устранения тех моментов, которые требуют решения, ну и порядка решения дальнейших задач. А какие муниципальные образования эту проверку уже прошли? Вы сказали, что три, если не ошибаюсь, уже прошли. Четвертый на готове. Везняковский район прошел, Суздальский, Киржачский, Александрский. Четыре района. Николай Петрович, насколько я знаю, Везняковский район достаточно такая сложная территория, и вот эта зона Заречья, если не ошибаюсь, она как раз-таки может оказаться в зоне подтопления. Ну да, она сложна тем, что это отрезаемая территория, довольно-таки большой участок местности. Там расположено у нас 16 населенных пунктов на этой территории. Проживает достаточное количество населения. Решаются вот вопросы, какие там решаются в первую очередь. Но если мы возьмем прошлый год, да, наверное, всем известная ситуация, когда паводковые веления были в середине зимы. И в результате территория была отрезана от основных территорий и организовали лодочную переправу в зимний период времени, что не характерно. Весеннее половодие, то есть отрезание этой территории, мы ее называем условно отрезаемой, потому что заезд на эту территорию возможен. С территории Ивановской области единственное. Очень большой маршрут, там порядка 100 километров. Счетом того, что часть людей работает в Вязниках, ну и, естественно, пользуется всеми услугами в Вязниковском районе, в городе Вязник непосредственно. Поэтому организуется лодочная переправа, которая доставляет людей. Сейчас на этой территории проведены инженерные мероприятия. Вот в районе понтонного моста проведена распиловка льда. Это как раз одно из мероприятий подготовки к весеннему половодию. И готовятся как раз для решения задач по обеспечению жизнедеятельности населения. Ну, уж коли мы заговорили про территории, которые, возможно, будут подвержены подтоплению, какие еще такие населенные пункты? Вы сказали, что их 22 условно подтопляемых, да? То есть неизвестно, будут ли они отрезаны или не будут они отрезаны от большой земли. Тем не менее, какие это населенные пункты? Ну, хочу акцентировать внимание на что. 22 населенных пункта – это те, которые у нас подтапливаются при максимальных рисках. Мы в ходе своей работы по подготовке населенных пунктов населения ставим в угол то, что эта ситуация может произойти. Вероятность, конечно, ее под сомнением в любом случае. Но, тем не менее, если риск такой существует, значит, работа в отношении населенных пунктов проводится. Если перечень населенных пунктов зачитывают, то 22 населенных пункта, которые отрезаемы, я могу их все зачитать, количество людей, там, представьте, все есть. Основные территории – это город Александров непосредственно, Вязниковский район – это город Вязники, поселок Мстера, который подвержен подтоплению, город Владимир, округ Муром, город Гороховец, поселок Галицы, Киржачский район, город Киржач непосредственно, Кольчугинский район, поселок Золотуха, город Ковров сам, Меленковский район, 4 населенных пункта, деревня Анохина, Елена, Шохина, Усад, Собинский район, непосредственно город Собинка, деревня Теплинова, Судогоцкий район, город Судогда, Суздальский район, это город Суздаль, поселок Боголюбово, село Добрынское, деревня Рамини, и Юревпольский район, непосредственно город Юревпольский. И отрезаемы населенные пункты, их 29, на территории Вязниковского района, о чем мы говорили, Муромского района и Петушинского района. То есть, перечни все есть, они утверждены решением КЧС, то есть, они введены в действие, с учетом того, что все мероприятия и населенные пункты, они ввесены в план смягчения рисков по обеспечению весеннего половодия. Петр Николаевич, а какие прогнозы на весну 2019, собственно, что говорит Росгидромет, когда нам ждать этого пика, что ожидается и каким числом вы будете максимально готовы, чтобы посмотреть, увидеть и, если что, то принять все необходимые меры? Ну, если брать про прохождение половодия, я еще раз обращу внимание, что все зависит, конечно, от погодных условий. То есть, температура будет определяющим фактором являться. Сейчас мы наблюдаем, и по прогнозу, который пока мы имеем на ближайшую неделю, у нас через ноль проходит температура, то есть, в ночное время от нуля до минус шести, в дневное от нуля где-то до плюс пяти. Это будет способствовать такому спокойному таянию снега, сходу воды. Если у нас будут ночью устойчивые положительные температуры, то есть, там плюс пять, плюс восемь, то, соответственно, у нас будет интенсивность таяния снега и пребывания воды существенно изменена, что повлечет, конечно, достижение максимальных уровней воды. Если мы говорим, возвращаемся к началу беседы, то есть, это первая-вторая декада апреля, как мы говорили, АК Клязьма, то максимальные уровни воды с момента вскрытия, где-то в течение недели-двух достигает, еще раз говорю, это зависит от погодных условий. Первый декад апреля. Первое вскрытие и, естественно, там где-то две недели до достижения максимальных уровней. Это, в первую очередь, зависит от температуры. А если сравнивать с ситуацией прошлогодней, что было в 2018 году, похожей ситуацией или все-таки в прошлом году было по-другому? В прошлый год, во-первых, снегозапасы у нас были не такие большие, то есть, все видите, да, что запас снега, запас воды в снеге довольно-таки большой, то есть, снегопадами в эту зиму нас порадовали. В прошлом году запас снега был намного меньше. Есть, конечно, разница, если мы берем начало отсчета уровней воды, то где-то по сравнению с прошлым годом у нас уровень воды сейчас меньше, где-то порядка метра. Это мы говорим по крупным рекам, по наблюдениям, по гидовостам, по малым рекам примерно в тех же уровнях чуть-чуть поменьше. Весь период половодия в прошлом году составил 32 дня, а позапрошлый год 58. То есть, каждый год он самостоятельный. По-разному. Если погода нам, скажем так, соблаговолит в этом, то мы его можем и не заметить. Если погода даст тепла и решит проверить нас всех, то мы увидим нормальное половодие выше среди многолетних значений. То есть, это уровень где-то 2013 года. То есть, те населенные пункты, о которых мы говорим, мы их все увидим в обстановке, связанной с подтоплением приусадебных участков, подтоплением дорог и отрезанием, соответственно. Несколько лет назад МЧС России по Владимирской области обзавелся беспилотниками. Петр Николаевич, как они помогают? И помогают ли они? Воздушная разведка проводится ли на водоемах Владимирской области? Ну, конечно, они используются практически при любом реагировании. Очень удобные достижения науки и техники. То есть, современный беспилотный летательный аппарат позволяет очень точно определять обстановку, отслеживать, что самое важное, очень оперативно. Поэтому в этот период спланировано, соглас сил и средств, наших 11 беспилотных летательных аппаратов практически на всех территориях, которые будут выезжать на территории с операторами, оценят обстановку и в оперативном режиме передавать всю картинку. Вы сказали, что в Вязниках уже произошла распиловка льда, если я правильно понял. Да. Планируется ли применение спецсредств на таких крупных водных артериях, как АК и Клязьма, или пока еще рано об этом говорить, пока неизвестно? Вы имеете в виду подрывные работы? Или распиловка льда, да что-то подобное. Ну, в текущем году распиловка льда у нас планировалась именно на территории Вязниковского района для освобождения понтонного моста. Она проведена, то есть работа, соответственно, выполнена. Подрывные работы у нас не планируются, потому что участков, требующих проведение этих работ, на территории нет. Вместе с тем, согласно сил и средств, имеются в наличии соответствующие подразделения и силы от Министерства обороны, которые при необходимости могут быть привлечены. Но в целом такой необходимости, согласно практике предыдущих лет, наблюдений на территории Владимирской области нет. Спасатели регулярно посещают те населенные пункты, которые могут оказаться в зоне подтопления. Вы их сейчас перечислили, 22 населенных пункта, Вязниковский район, ну их много, их несколько, проводят профилактические беседы. Петр Николаевич, расскажите, как проходят эти профилактические рейды, собственно, как общаются спасатели с жителями, о чем рассказывают, на чем акцентируют внимание, как это происходит? Спасатели посещают эти территории в плановом режиме, то есть при проведении профилактических мероприятий. Ну, все мы знаем, о чем говорили тоже ранее, что сейчас ослабевает ледовый покров, поэтому дополнительное внимание выделяется как раз именно обеспечению людей, безопасности людей на водных объектах. Естественно, в ходе оценок готовности, о которых я тоже говорил, это не кабинетная работа, проверка, это выезд на территорию на место, проверка фактического состояния запасов материальных ресурсов, проверка сил и средств, выезд на территории конкретно, на отрезаемые, на подтапленные населенные пункты, для того, чтобы в том числе и побеседовать с людьми, узнать, как с ними работали, какая работа проводилась, знают ли они, что нужно делать, и как себя вести в особый период. Естественно, и в ходе, как я уже сказал, профилактики гибели людей на водных объектах, спасатели проводят работу с населением на предмет разъяснения порядка действий, то есть, как себя нужно вести, на что обратить внимание, что вот в частности сейчас, если мы говорим про безопасность на водных объектах, не рекомендуется выходить на лед, то есть, толщина льда уже существенно меньше по сравнению с зимним периодом времени, создаёт дополнительные риски проваливания. Но, как говорили вначале, также есть люди, которые ходят и ловят рыбу до последнего, пока только можно удержаться даже, скажем так, с учётом того, что лёд проседает, темнеет, уже прочности довольно-таки сомнительны. Но, тем не менее, такие люди есть. Поэтому с такой категорией постоянно работаем, постоянно предупреждаем, профилактируем, в том числе привлекаются и соответствующий инспекторский состав, составляются и административные материалы, то есть, согласно Кодексу административных правонарушений субъекта, это административные правонарушения, которые подлежат наложению штрафа от 800 рублей до 4000 на гражданина человека. Поэтому здесь работа, скажем так, довольно-таки серьёзная, проводится постоянно. Насколько она регулярна, насколько часто вот эти профилактические рейды? Она проводится в постоянном режиме с момента ледообразования. Вот как только лёд появляется, здесь вот если мы берём водные объекты, то работа ведётся постоянно. Летний период – это безопасность поведения на воде также, то есть, исключение купания в неположенных местах. Как только образуется лёд, значит, также эта работа с летнего периода переходит на зимний. Потом с зимнего также переходит на летний в ходе весеннего половодия. То есть, это работа, которая не прекращается. Каждый день порядка 50-60 патрульных групп по субъекту. Если взять с представителями центра ГИМС, подразделения ФПС, представители органов местного самоправления в массе своей, с привлечением сотрудников органов внутренних дел, проводят патрулирование по территориям. Есть определённые участки, маршруты, на которых они проводят вот эту профилактическую работу. И, естественно, эта же работа проводится также и в населённых пунктах с людьми. Для того, чтобы дать им понимание, что есть риски, которые нельзя, скажем так, снимать с учёта. И люди, которые проживают около реки, они, как правило, успокаиваются. Считают, что всё знают, привыкли и так далее. Поэтому приходится постоянно напоминать. Предупреждён, значит, в вооружении. Да, абсолютно так. Мы уже коснулись этого вопроса. Отчасти это рыбаки, любители такого экстремального вида спорта. Я сам недавно наблюдал одного такого на Клязьме. Причём, как вы сказали, рядом с промойной, буквально, наверное, в метре. Причём большая промойна была. И не бояться ничего. И вроде бы люди уже такие умудрённые опытом. Им уже по многу лет. И вот что заставляет их выходить, непонятно. И вот насколько они добавляют работы спасателям? Как проводится с ними работа? Я знаю, что спасатели, сотрудники МЧС, не могут их штрафовать. И поэтому в рейды они выходят вместе с представителями органов местного самоуправления. Как эти рейды проходят? И удаётся ли вот эту ситуацию всё-таки держать под контролем? Потому что вот и на Содушке мы их видим постоянно. И на Клязьме видим, и на других водоёмах видим. И из года в год ситуация, в принципе, одна и та же. Ну, эти люди, это, наверное, особая категория, которые... Кто-то с малолетства, да, отец, дед водил, там, ну, и впоследствии уже и сами детей водят. Воспитаны уже в этом, наверное, в определённой культуре, вот этой, наверное, рыбацкой. Для них важно, видимо, получить удовлетворение от выловленной рыбы. Азарт какой-то, наверное. То есть, мне сложно судить, я сам не увлекаюсь этим делом. Поэтому здесь нужно, конечно, спрашивать, что влечёт именно того, кто этим болеет. Но то, что это создаёт определённые проблемы, то, что это создаёт дополнительные риски гибели людей на водных объектах, это очевидно. То есть, это серьёзно. И работа, которая проводится в зимний период времени сотрудниками центра ГИМС, органами мест самоправления, как вы правильно сказали, которые имеют соответствующие полномочия, она как раз нацелена именно на эту категорию людей. То есть, весь объём работы, которая проводится, он проводится в целях обеспечения безопасности. Во-первых, это и предупреждение, во-вторых, это и вывод людей из тех территорий, ну, имеется в виду с участков, которые не разрешены, которые потенциально опасны. Естественно, здесь нужно напоминать людям, ещё раз говорить, что зачастую, и случаев таких много, понимаете, не только по нашей территории, за истекшие периоды прошлых годов, а в целом по стране, если взять, да, мы постоянно слышим, то кто-то там на льдень оторвался. Но для нашей территории не характерно, тем не менее, где-то машина провалилась, а где-то гибнут люди просто, скажем так, на глубине в метр, из-за того, что переохладился, либо что-то там сердцем произошло. То есть это очень серьёзно, и нужно отдавать себе отчёт. А если сравнивать с предыдущим годом, в 2018-м, сколько было случаев провала людей под лёд именно в весенний период? Были ли такие случаи? Наверняка они были. Ну, если брать прошлое, я сейчас вот вам, к сожалению, статистику не взял по этому вопросу, не могу сказать. В этом году у нас, слава богу, без этого. Пока ещё. Да, был один случай провала человека под лёд, это Горохаевский район, лыжник приехал с Нижегородской области, ну и так получилось, что выехал на лёд реки Клязьма, провалился, но оперативно его спасли, оказали помощь, слава богу, жив он остался. Больше случаев в этом году не было, с учётом того, что это был в январе месяц, когда вроде бы и лёд должен быть крепкий, вот такой факт был. Ну, если не ошибаюсь, на его счастье, просто рядом оказался сотрудник МЧС, который патрулировал территорию. Да, и поэтому удалось избежать трагедии, поэтому, слава богу, как говорится, жив он остался. Ну, так знаем мы, что по истории прошлых, позапрошлых годов такие случаи происходят. В общем, силы и средства МЧС готовы, в принципе, к тому, чтобы этих ситуаций не повторялось и контролировать ситуацию на водоёмах. Конечно, наша задача предупреждать, оказывать помощь и спасать, поэтому мы к ней готовы всегда и будем реагировать на любую обстановку. Пётр Николаевич, время нашей беседы подошло к концу, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию и ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что действительно весна у нас в этом году пройдёт без эксцессов и без каких-то экстремальных моментов. Спасибо, всего хорошего. Это была программа «На всю Владимирскую». В студии для вас работал Борис Пучков. Напомню, все новости, а также выпуски программы, включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте trc33.ru. Увидимся на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова